Еще в начале весны на этом месте был мост. Пока в речушку не пришла большая вода. Сейчас переезд стерт. Часть поселка с населением в 500 человек отрезана. В объезд 7 километров. По нашей улице не проедешь. По нашей улице вчера увезли женщину в реанимацию. И не могла скорая. Вот так вот кружила-кружила, кое-как остановила, а они пришли песком. Потом ее на носилках вывезли. Строили мост 10 лет назад местные сельхозпроизводители из кирпичей и бетона. И на чем балансе он не числится. И хотя это самый существенный ущерб от паводка, с восстановлением не спешат. В первую очередь у нас сделаются внутренние дороги поселка. Потом, соответственно, в часть ложится сюда хотя бы опять очередной раз, чтобы осуществить проезд своими силами за счет, опять же, непонятно каких средств и вот этих вложений строительного мусора, отсыпки ли средств. Сегодня в Березовке и еще трех поселках, куда пришла вода, выездная комиссия обследовала дороги. Их внесут в общий список. Затем выберут те, которые в первую очередь нуждаются в восстановлении. Выбор будет непростой. Из 150 километров дорог в Березовском сельсовете не пострадала только седьмая часть. Она заасфальтирована. Остальные размыла. По некоторым дорогам здесь до сих пор лучше не ездить и не ходить. А если ходить, то как минимум в резиновых сапогах. Ноги прилипают, болото. Такую проезжую часть решено отсыпать. Например, кирпичом. Но и здесь все упирается в деньги. В дорожном фонде Березовского сельсовета на четыре села заложен всего один миллион рублей. Деньги предназначены и на зимнюю расчистку, и на установку дорожных знаков, и ремонт. Но вариант есть. В поселке Новом все дороги обслуживаются, строились и делаются в данный момент за счет жителей Нового. Это было всегда. Поселок Новый 10 лет был в поле организован. Эту топь мы ее разработали. Потом вот в эту топь было очень много ввезено бута строительного. Власти уверены, в этих полевых условиях без участия населения не обойтись. Ведь делать водоотводы пока нереально, потому что поселки постоянно разрастаются. И проезд для 7,5 тысяч человек по-прежнему только местная проблема. Анастасия Драган, Алексей Фризин. Наши новости.